2020 год еще не успел начаться, а минифутбольный клуб Тюмень уже потерпел первое поражение. Случилось оно в Екатеринбурге. Урало-Сибирское дерби во все времена в Российской Суперлиге считалось топовой вывеской. Не обмануло ожиданий и сейчас. Пусть даже итоговым результатом двух матчей обе стороны конфликта остались недовольны. Стартовая половина первой встречи прошла в вязкой борьбе с минимальным количеством голевых моментов. Неудивительно, что первый же реализованный эпизод во многом и задал тон матчу. Особенно если учесть, насколько белоснежно хозяевам улыбнулась фортуна. Во время розыгрыша у главого Максим Емельянов срезал мяч в собственные ворота. На 20-й минуте подопечные Евгения Давлетшина удвоили преимущество. С передачи Валерия Демина из аута отличился Никита Фахлугинов. По стандартам мы эти разбирали, что мы пропустили опять со стандарта прострел. Но это уже наше, и мы будем говорить про это еще. Если не доходит до людей, значит надо разговаривать. Мы же люди, мы же должны понимать, мы же не звери какие-то там. Будем разговаривать, доносить, доносить, доносить. У нас есть время на исправление. Не было явного преимущества ни одной команды. То есть мы смогли забить угловой аут из позиционных моментов как-то что-то не очень. Не могу вспомнить, чтобы явные какие-то были такие и преимущества, и провалы. То есть больше такая игра была как до ошибки, что ли, кто ошибется. В перерыве рулевой тюмени Игорь Путилов сменил в воротах Сергея Логинова на Лео. Но когда черно-белые перешли на игру в формате 5 на 4, Максим Акулов поразил пустой створ. 3-0. Каждый должен себе в голове прокрутить, почему он не забил, почему он не принял оптимальное решение в какой-либо ситуации, когда он мог решать момент. Каждый должен задать себе вопрос, почему. Может быть действительно кто-то нервничал, кто-то может не готов, кто-то неправильно может занял позицию или не поверил в момент. В оставшееся время соперники перебрали с количеством разрешенных фолов и забивали исключительно с дабл-пенальти. За сибиряков отличились Данил Карпюк и Артем Антошкин. В рядах хозяев отметился Антон Соколов. В стартовом отрезке второго поединка шла абсолютно равная игра. На экваторе тайма вратарь хозяев Зураб Калмахелидзе сделал заброс в чужую штрафную площадь. А Лео в борьбе за мяч нарушил правила на Антоне Соколове. Валерий Демин хладнокровно воспользовался возможностью забить в пенальти. Сравнял счет хлестким выстрелом капитан гостей Антошкин. Правда ненадолго. За шестой фолл Тюменцев наказал все тот же Демин. На сей раз с 10-метровой отметки. Классная команда, она должна уметь играть. Всякое может случиться. И против судей, что они могут ошибаться, могут так судить, могут так судить. И против соперника классного играть. И против давления трибун. Против всего. Если команда с этим справляется, то она становится чемпионом. А Тюмень как раз чемпион. Действующий. То есть с такими ситуациями справляться должна. Начала она это делать во второй половине встречи. Антошкин убойным ударом сотряс штангу. А на 32-й минуте Иван Лобков отправил мяч в сетку ворот у Ральцев. 2-2. Позже отличился Виллиан. Вскоре Тафи разогнал атаку Тюмени и прострелил на дальнюю штангу, у которой Лобков уже вовсю готовился оформить дубль. Проигрывали, надо было что-то как-то атаковать. Взломать оборону. Хорошо, что получилось. Хорошие передачи отдавали там на пустые ворота. Попал. Синара вынуждена была перейти на игру в формате 5 на 4. Это помогло. Правда не уральцам спасти матч, а 19-му номеру чернобелых оформить хитрик. Гол в пустые ворота и лавры главного героя встречи нашли своего бесспорного обладателя. Сегодня Ваня вообще очень хорошо выскочил, можно сказать, в игру и забил три гола. Да, свежие силы помогли нам. Видно, что соперник уже подустал, их лидеры уже тяжеловаты были. И за счет этого Ваня успевал обгонять их и замыкать дальнюю штангу. Мы становимся середняками какими-то. Мы ни одной командой не обыграли, которая в лидирующей группе вот за это время. И попросили их сегодня стать уже на самом деле командой и дальше продолжать. Но сегодня была на самом деле хорошая игра и они молодцы. Все, что мы задумали, они все воплотили в жизнь, в игру. Следующие матчи в рамках чемпионата Российской Суперлиги Тюмень проведет 15 и 16 февраля с Ухтой.